Махакальпа. Мировой цикл от возникновения мира до его разрушения. Махакальпа. Так называется отрезок времени, в течение которого, согласно буддийского учения, существует Вселенная. Махакальпа примерно составляет около 4 миллиардов лет. Махакальпа, или если перевести на наш язык, Великая Кальпа, делится на 4 обыкновенных кальпы. 4 кальпы — это 4 периода времени, в которых происходили определенные эволюционные процессы во Вселенной. Первая кальпа — это период времени, в течение которого зарождаются галактики, планеты, светилы и окончательно сформироваются. Вторая кальпа — это период времени, в течение которого существа заселяют образованную Вселенную и проживают на ней свой период жизни. Третья кальпа — это период времени, в течение которого Вселенная начинает разрушаться и уничтожаться. И, наконец, четвертая кальпа — это период времени, который наступает после разрушения мира, и в этот период времени ничего нет, кроме пустоты. Таким образом, четыре кальпы составляют Махакальпа. И после того, как оканчивается первая Махакальпа, первый цикл существования Вселенной, наступает вторая Махакальпа. Затем третья, четвертая, пятая — и так происходит бесконечное количество раз. Махакальпа относится к физическому миру. Но помимо физического мира, согласно учения буддизма, есть еще мир лучезарных девов, который не подвержен цикличности разрушения и нового формирования, но существует вечно. Когда заканчивается формироваться Вселенная, то есть физический мир, это первая кальпа, все существа из мира лучезарных девов переходят в физический мир, в начало второй кальпы. После того, как вторая кальпа заканчивается и начинается третья кальпа, а это есть период разрушения, в это время все существа переходят или переселяются в мир лучезарных девов. И здесь есть еще один очень интересный момент. Давайте вернемся с вами немножко назад в период первой кальпы, когда образовался физический мир. Первое существо из мира лучезарных девов, которое приходит в физический мир в начале второй кальпы, по своему невидению начинает считать себя творцом Вселенной, всемогущим Богом, правителем этого мира. А следующие существа из мира лучезарных девов, которые также приходят, начинают ошибочно считать, что их создал это первое существо и называет его великим Брахмой. Будда утверждает, что нету всемогущего Бога-Творца. Кроме того, бесполезно молиться Богам или одному Богу, поскольку нет существа, которое обладало бы всемогуществом. Поэтому нет существа, которое могло бы спасти кого-либо от бесконечных круговерти, рождений и смертей. Но каждый должен самостоятельно найти путь, через который человек может освободиться от страданий. Как образуются люди? Когда существа из мира лучезарных девов перерождаются в физический мир в начале второй кальпы, они имеют сияющие тела, способны передвигаться по воздуху без механической помощи и живут около 8400 лет. Но со временем они приобретают вкус к физической пище и по мере освоения этого физического мира, их тела становятся тяжелее и все более и более похожи на человеческие. Со временем они утрачивают способность сиять, летать и продолжительность жизни их сокращается до 100 лет. Они начинают приобретать различия во внешности, половые различия. Между ними возникает жадность, воровство, насилие. Таким образом они становятся теми людьми, которые сейчас живут на земле и попадают в круговорот рождения и смерти. Субтитры создавал DimaTorzok